Всем привет! Сегодня мы берем интервью у Федотова Олега Викторовича, который является директором международной фермы «Еуринтер», которая уже более 15 лет предоставляет услуги морякам и защищает их интересы на территории Украины. Также членом Международной Федерации «Пиапил», которая занимается защитой прав человека. Здравствуйте, Олег Викторович! Сегодня хотелось бы поподробнее узнать о вопросе невыплаты заработной платы морякам. Вопрос довольно частый, особенно в момент кризиса, когда судовладельцы испытывают какие-то финансовые проблемы, и многие моряки жалуются на то, что судовладельцы не выплачивают заработную плату. Поэтому хотелось бы узнать поподробнее, каким образом защитить себя и как действовать, если на борту долгое время не платят зарплату? Ну, во-первых, нужно разделить проблему на две части, то есть те моряки, которые находятся на борту, и те моряки, которые списались и находятся на берегу, ну, в ожидании решения их проблемы. То есть, по первой части вопрос, в принципе, можно решить путем обращения к инспектору ИТЕР. Ну, в первую очередь, конечно, будут решаться вопросы по тем судам, которые покрыты коллективными договорами, потому что далеко не все суда покрыты коллективными договорами. И если вопрос не решается путем переговоров инспектора ИТЕР, то в данном случае возникает необходимость, я бы сказал, острая необходимость ареста парохода, который осуществляется юристами, международниками, ну, которые специализируются в этих вопросах. А ИТЕР может арестовать судно? Имеет ли такой полномочий? Нет, ИТЕР не имеет полномочий арестовать пароход, поскольку арест парохода осуществляется исключительно по решению суда. То есть, для того, чтобы арестовать пароход по морскому требованию, в частности, невыплаты заработной платы, должно быть решение суда, естественно, должны быть юристы, которые специализируются в этой области и занимаются непосредственно обращением с исками, с требованиями моряков, ну, и с ходатайством об аресте парохода. То есть, я правильно понимаю, сама организация ИТЕР не имеет права подать иск от имени моряка в суд для того, чтобы арестованного было судно? Нет, конечно. Только они нанимают юриста, либо сам моряк обращается еще просто к юристу, да? Однозначно обращается только через юрист. ИТЕР может вести какие-то переговоры, он может обращаться к портовым властям, к портнадзору, с тем, чтобы задержали судно там до решения вопроса. Ну, это такие промежуточные меры, я еще раз говорю, если эти промежуточные меры, ну, скажем так, предварительного характера не помогают, то решение вопроса, оно одно. То есть, это арест парохода, вот, ну, в противном случае, в противном случае моряки рискуют, ну, остался без выплат. А почему, чем рискуют, в принципе, в любое же время можно подать иск или существуют какие-то сроки давности по подаче иска? Нет, ну, во-первых-то, сроки давности в любом случае есть, и в некоторых случаях они... То есть, срок давности зависит от юрисдикции, там, где подается иск основной о невыплате заработной платы. Вот, то есть, в некоторых юрисдикциях они очень короткие, эти сроки, вплоть до трех месяцев. То есть, если в течение трех месяцев иск не подан, то требование уже не подлежит удовлетворению вообще. Если удовлетелись, соответственно, в праве, ну, так сказать, давности. Да, в праве отказать уже никакими, так сказать, с вами не поможешь. Ну, в частности, я могу привести пример вот Греции. Очень много греческих судовладельцев, очень много... Ну, очень часто эти вопросы, соответственно, решаются по греческому законодательству. По греческому законодательству срок исковой давности один год. Если в течение года моряк, экипаж не обращается с иском в суд, то у него уже, ввиду истечения срока исковой давности, требования его погашаются, он уже не вправе требовать эти выплаты. Поэтому эти вопросы, естественно, следует об этом помнить всегда. Вот потому что очень часто моряки обращаются и через два года, и через три. Когда, собственно, сделать уже ничего нельзя, да? Да, собственно, сделать уже ничего невозможно. Ну, судовладельец, естественно, кормит их какими-то обещаниями или перестает уже отвечать на какие-то требования, запросы. Потому как, естественно, у каждого судовладельца, у него есть свои юристы, которые консультируют, которые... Ну, то есть, он делит специальный корминг-затрак, для того, чтобы оттянуть этот срок, да? Да, да. Для того, чтобы стек срок давности подачи иска? Да. Практически, как и получилось? Ну, в основном, да. То есть, в принципе, там, ожидательная позиция. Ну, и моряки очень часто на это попадаются. А юрисдикция как выбирается? То есть, если вот я моряк Украины, попадаю в такую ситуацию, то есть, я должен... Юристы подают в суд в Украине или там, где находится судно? Или флаг судовладельца? Какая юрисдикция выбирается? В Украине, в принципе, арест парохода как таковой, ну, он невозможен. Почему? Потому что отсутствует полностью правовая база. Да, там приняты какие-то конвенции, вот. Ну, а с другой стороны, конвенции вроде бы как приняты, то есть, декларативно. А по факту, необходимые изменения, которые должны последовать в украинское законодательство, не внесены. Поэтому арестовать пароход, легально повторяю, то есть, в Украине, ну, практически невозможно. То есть, а какая юрисдикция более подходящая? Это европейская, да? Юрисдикция, да, естественно, много там, практически вот страны Средиземноморья, там, в принципе, большая вероятность того, что можно судно арестовать и изыскать задолженность. Ну, есть такие юрисдикции, как Южная Африка, где это лучше тоже просто сделать. А есть юрисдикции, в частности, страны, арабские страны, ну, где практически это невозможно сделать. Поэтому, естественно, судно отслеживается, где, в какие порты заходят, какой район плавания судно и так далее. Выбирается юрисдикция, ну, это, в принципе, сейчас не проблема. Вот выбирается необходимая юрисдикция, удобная юрисдикция для конкретно данного требования по невыплате заработной платы и судно арестовываться. В том порту захода, в котором юрисдикция выбирается. Да, да, в порту захода, естественно. Поэтому, ну, в принципе, вопрос, он, как бы, непростой, он очень сложный. Почему? Потому что вы правильно сказали, что флаг судно один, национальность моряка другая, национальность судовладельца третья, порт захода четвертый, ну, и так далее и тому подобное. То есть возникают вот эти вот коллизии, естественно, которые должны решать юристы, вот, и, ну, естественно, в любом случае, то есть вопрос попадает в правовое поле, им должны заниматься профессионалы, профессионалы, специалисты, вот, и тогда решение вопроса. Есть большая вероятность, что вопрос решится положительно. А почему судовладелец начинает шевелиться, грубо говоря, и выплачивать только после ареста судна, а до этого оттягивает? Ну, почему? Потому что, ну, просто если он не выплатит деньги, судно будет стоять арестованно, он будет терпеть убытки, возникнут требования со стороны фрахтователей, возникнут требования со стороны портовых властей, ну, если... Да, ему просто это невыгодно, в зимовом случае... Легче экипажа заплатить, да, и отпустить сына. Да, где-то так. Какие документы моряку необходимо взять на борту для того, чтобы юристы или ITF мог что-то сделать и как-то ему помочь? Ну, в принципе, я буду говорить из практики, потому что, ну, как вы сказали, уже отметили, что мы уже более 15 лет на рынке, ну, так, точнее, так сказать, уже 17 лет на рынке. И, соответственно, очень большое количество дел, очень много разных ситуаций возникает в различных абсолютно юрисдикциях. Вот, и есть, скажем так, но при всем при этом есть стандартные проблемы, стандартные ошибки, которые делают моряки. И вот, они очень простые, но с другой стороны могут препятствовать, а иной раз делать невозможное взыскание задолженности. То есть, в основном, то есть, в любом случае, естественно, ну, я уже говорил, что проще требовать невыплаченную зарплату, пока ты находишься на борту. Но не всегда это возможно, не всегда это возможно, не всегда это целесообразно. Поэтому, в данной ситуации, обязательным условием является, ну, естественно, наличие там контракта на руках при списании судна. Вот. И основным документом является справка о задолженности. Ну, то есть, как таковой, там, нет стандартной справки. Это может быть любой письменный документ. Самое главное, что он письменный характер. То есть, это платежная ведомость? То есть, сколько должны, наконец, у нас писать судна? Как-то, вот, такому-то, такому-то сумма задолженности при списании составляет столько-то, столько-то. Вот. То есть, чтобы это был письменный документ. То есть, или такой же документ за подписью капитана. Или платежная, там, wages, accounts, там, слипы какие-то и так далее. Главное, чтобы это был письменный документ, из которого четко понятно, что у человека при списании суда задолженность составляет какую-то, какую-то сумму. Почему? Я объясню. Потому что, если такого документа нет, если такого документа нет, то дело, дело приобретает спорный характер. То есть, спорный характер, то есть, неясно. То есть, человек не может доказать сумму задолженности. Сумму задолженности. Может быть, там, наличными получил эти деньги. Или еще как-то не того. То есть, уже какой-то описание заканчивается. Возникают проблемы, возникают проблемы. А с учетом того, что вопрос-то решается, как мы уже сказали, через арест парохода, то есть, судно заходит в порт. То есть, есть конвенция, ну, немножко остановлюсь на этом моменте. Есть конвенция об аресте суду. Где перечислены морские требования, по которым можно судно арестовывать. Среди них является привилегированным морским требованием, по сравнению с остальными морскими требованиями, являются требования о невыплате заработной платы. Но суд может по этому требованию арестовать пароход, но в одном только случае. Поскольку ему само дело по существу не под судно, поскольку, ну, то есть, не может, то есть, тот в том порту, где судно арестовывается, там может не быть вообще привязки к национальности моряка, национальности судовладельца и так далее. И он может арестовать пароход только по бесспорному требованию. Бесспорное требование, где человек приходит, там, или его адвокаты, ну, его адвокаты. Говорят, что у нас есть письменный документ, где четко судовладелец, там, или там капитан, как представитель судовладельца, где четко указано, что сумма задолженности такая-то, такая-то. То есть, никто ее не оспаривает. Тогда суд принимает и арестовывает пароход. Если сумма задолженности носит спорный характер, суд говорит, что предоставьте, то есть, документа, подтверждающего задолженность, письменного нет, дело носит спорный характер, и вы должны решать этот вопрос по, ну, подсудности. То есть, или по месту нахождения ответчика, там, судовладельца, или по месту жительства леса, ну, в данном случае, наверное. То есть, данный документ является главным доказательством судовладельца? Обязательно, обязательно, потому что, если его нет, то возникнут серьезные проблемы. Ну, то есть, доказать можно, ну, это будут уже какие-то посленные доказательства, но для ареста это очень большая проблема. Потому что сами судебные разбирательства, они, ну, собственно говоря, это не главное. То есть, единственное, то есть, судовладельец может судиться, может не приходить на эти суды и так далее, то есть, он может вообще в этом, так сказать, этот вопрос, процесс игнорировать, а вот игнорировать арест парохода, когда он не терпит убытки и так далее, он не может. Вопрос решается очень быстро. То есть, это практически, ну, разные случаи, но я имею в виду такую среднюю какую-то ситуацию, где-то за 3-4 дня. Ну, скажем так, правильно, это досудебно получается. Иск подали, судно арестовали, и не дожидаясь там какого-то суда слушания, судовладелец просто выплачивает зарплату, чтобы не доводить дело до суда, правильно? Ну, да, что судовладелец выплачивает зарплату, чтобы освободили пароход, и чтобы он не терпит убытки. Вот в чем суть. Документ, я еще раз говорю, то есть, это основной документ, и о нем нужно всегда, об этом нужно всегда помнить. Потому что ситуация может возникнуть любой проблем в любой момент, то есть, даже, ну, судовладельца с именем там и так далее, серьезный судовладельец, там, человек может проработать у них там несколько лет. То есть, если они оказываются в какой-то кризисной ситуации в финансовом плане, то, естественно, в первую очередь они будут решать вопросы с фахтователями, с фахтовыми властями, ну, с кем угодно, и в последнюю очередь будут решать, так сказать, с моряками. Ну, это в лучшем случае, если бы. А когда вот стоит моряку уже суетиться, если он находится на борту, по поводу заработной платы, если там месяц, два, пять не платят сюда владелец? То есть, есть ли какие-то вот советы со стороны юристов из практики? Да, суетиться, тут трудно сказать, месяц, два, ну, все. Судиться нужно сразу, потому что, дело в том, что там очень много подводных камней может быть, то есть, пока человек находится на пароходе, пароход могут уже перепродать, ну, я имею в виду чисто документально. Вот, а, скажем так, экипаж об этом и знать не будет. Вот, ну, очень много проблем может возить, потому что, поэтому, чем быстрее, тем лучше. То есть, тут какой-то совет, в любом случае, допустим, если брать вот нашу фирму, то всегда нужно позвонить и проконсультироваться. То есть, у нас, поскольку мы очень плотно работаем с моряками, у нас, ну, скажем так, общего характера консультации, они у нас абсолютно бесплатные. То есть, проще проконсультироваться, описать ситуацию, потому что ситуация у нас, они... Каждая ситуация, она... Нужно рассматривать отдельно, есть свои нюансы. Поэтому... В некоторых ситуациях, если, допустим, вот видно, там, по базе данных, что сумма уже перепродается, или его там, ну, в данном случае, там, или перепродано, то, естественно, нужно решать вопрос сразу, то есть, по горячему. То есть, это уже сразу звонок о том, что нужно обращаться к юристам, если с ним... Конечно, если перепродано уже, этому судову деться уже неинтересно вообще... Расплачиваться, если... Расплачиваться, это уже не его, ну, как бы, его, но... Ну, то есть, как бы, для него не считают уже это своей проблемой. Ну, понятно. А вот просто у моряка может возникнуть вопрос, да? Это подать иск сейчас на судовладельца и, грубо говоря, потерять работу, да? Судовладелец потом его не возьмут. Если вдруг все нормально, судовладелец выкарапал с каких-то долгов и в кризисной ситуации, а моряк взял и подал иск. Его просто следующий рейс не возьмут. То есть, ну, с другой стороны, может... Не возьмут конкретный судовладелец? Ну да, а может и прождать, как вы говорите, судно продадут, и тогда вообще... Ждать ничего не нужно, то есть, если у судовладельца нет денег, это если он начинает задерживать заработную плату, экономить на этом, то, ну, 90% случаев, что он уже находится в плачевном финансовом состоянии, и поэтому я говорю, что нужно прибегать к мерам именно принудительного характера. Ни переговоры, ни уговоры. Нет, ну, понятно, есть там какая-то, ну, предварительно, естественно, какие-то переговоры можно вести, там, и так далее, и так далее. По сути, сам крювинг может, да, если моряк позвонить крювинг, сам крювинг может провести какие-то переговоры со своим судовладелецом, с которым я задержал договоры, да? Ну, может, да, ну, это, собственно говоря, крювинг. Крювинг, он вообще, как бы, по сути дела, посредник, он... Никакого отношения до юра к этому не имеет. Он может только, так сказать, в порядке доброй воли и так далее. Но, так же, крювинг может быть и на стороне соболаделец, так как, собственно, судовладелец платит ему деньги за трудоустройство. Нет, я сторонник того, и я еще раз говорю, что, если в пределах, там, разумного срока, скажем так, месяц-два, ну, я считаю, так вот, значит, ничего не произошло, то есть, судовладелец продолжает кормить обещаниями, то ждать, ну, это просто в себе дороже. А если... То можно кождаться того, что, я еще раз говорю, что можно остаться вообще без копейки. Еще и за свой счет домовлетелем, да? Да, может быть. А если судовладелец перепродал уже судно другому владельцу, возможно ли в этом случае решить как-то вопрос? Можно ли подавать иск на нового судовладельца, который купил судно с чужими долгами? Да, возможно, значит, ну, опять-таки, существует конвенция о морских залогах, то есть, независимо от того, кому продается судно, сколько собственников там меняется, меняется там флаг судна, может поменяться название судна, вот. То есть, вот на международном уровне, почему была принята эта конвенция, потому что ситуации стандартные. То есть, судовладелец, чтобы уйти от выполнения своих обязательств, он старается перепродать судно, он старается там что-то еще как-то сделать, чтобы, ну, собственно говоря, не платить. То есть, потому что это можно делать очень быстро, это делается очень легко, он находится покупатель, документы оформляются за один день, в принципе. Ну, вот. В принципе, он может перепродать и самому себе. На другую фирму. На другую фирму. Да, вот. Но, вот. И для того, чтобы при этом не пострадали моряки, вот эта конвенция защищает и дает право моряку предъявлять иски, требования к новому судовладельцу. К самому судну, как таковому. Вот. А этот новый судовладелец, который купил, получается, это судно с долгами, то есть, он рассчитывается с экипажем, а потом уже в порядке регресса предъявляет требования к недобросовестному судовладельцу, который продал ему этот пароход, получается, с задолженностью по заработной плате. То есть, новый судовладелец мог и не знать об этих долгах, правильно? То есть, купил и не знал, что... Нет, ну, естественно, он не зафиксированный и так далее, вот. Но он несет риск... Ну, единственное, что... Дело в том, что не все страны приняли эту конвенцию. То есть, нужно смотреть, о каком конкретно судовладельце идет речь, является ли, ну, насколько применима к нему эта конвенция и так далее. То есть, в каждом конкретном случае нужно смотреть. Ну, вот, как бы, основной, вот, так как для ориентира, да, такая конвенция существует, то есть, если даже судно перепродано, переименовано и так далее, то, ну, как бы, не все еще потеряно. Олег Игоревич, такой еще вопрос. Если все-таки моряк согласился с требованием судовладельца, то есть, подписать какую-то платежную ведомость и поехать домой без денег, с обещанием судовладельца, умственным там или письменным, что с ним расплатится. В таком случае, если он приехал домой, имея на руках контракт, платежную ведомость, либо справку о задолженности, и он обращается к юристам, в таком случае, возможно, положительно, в пользу моряка, выиграть это дело? Да, конечно, ну, в пределах срока арестовой давности, естественно, то есть, тут вопрос своей временности возникает, обращение. То есть, ну, как я и сказал, то есть, вопрос решается путем осуществления ареста. То есть, так же через арест судна, ну, в принципе, с подачей иска или без, ну, это уже вопрос, нужно смотреть по ситуации. Ну, допустим, извините. А что нужно, чтобы юрист имел право от имени моряка подать иск? Это моряк подает или моряк должен с юристом какой-то договор подписать? Ну, естественно, договор, доверенность должен выдать, тогда юрист может представлять его интерес. А если моряк находится на борту, как это подписать? Это все в электронном виде, можно в копии там расписаться, это будет иметь юридическую силу? Нет, если моряк находится на борту, если моряк находится на борту, то он может подписать договор. Естественно, судно будет арестовываться, ну, если судно находится в порту, судно будет арестовываться в порту в определенном, естественно, он может прямо в этом порту подписать договор с юристом. Ну, я просто немножко сделаю такое отступление, организация, членом совета директоров которой я являюсь, это Европейская организация по правам человека, которая зарегистрирована в Бирбингеме, Великобритания. Туда входит 500 адвокатов лучших Евросоюза, Европы, США по правам человека. Естественно, у нас сеть очень большая, то есть мы можем оперативно решать любой вопрос в любом порту практически, ну, желательно, чтобы он был европейский. Вот. Так что, если проблемы возникают... То есть, я правильно понял, что моряку не нужно к вам в офис приходить, либо по электронной почте. У вас существует партнерская сеть, в любом порту приходит ваш представитель, и моряк заключает с ним договор, и тогда юрист имеет право уже подавать киск, правильно? Да. А как решается проблема по зарплате? Выплачивается согласно задолженности, либо еще какой-то там сверху сумма моральная там ущерб или еще что-то? Ну, значит, ну, моральный ущерб там не предусмотрен, это я сразу говорю. Вот. Но я приведу, опять-таки, все зависит, в каждой стране разные законы. Я могу привести пример Греции. Как в Греции, по законодательству Греции, взыскивается заработная палата. То есть, считается не... Допустим, человеку... Я в цифрах. Человеку задолжали тысячу долларов. Тысячу долларов за один месяц. Если он подает иск в греческом суде, то по греческому трудовому законодательству, если моряк работает у греческого судовладельца, у него зарплата должна быть минимальная, она должна соответствовать той зарплате, которую получал бы греческий моряк в этой же должности, скажем так, по греческому законодательству. Естественно, эти зарплаты гораздо выше. Гораздо выше, чем то, что предусмотрено в контракте у украинских, российских моряков. Естественно, суд присуждает. То есть, сумма зарплаты может отличаться в 3-4 раза. То есть, вне зависимости от того, если даже в контракте стоит тысяча долларов. Конечно. Да, да, да. То есть, в 3-4 раза она может быть выше, чем... То есть, имея задолженность тысячу долларов, человек может... Ну, моряк. Украинский, российский. По греческому законодательству, он может требовать сумму, несколько раз превышающую его... Ну, а на практике действительно так и получается? Выкачивает согласно греческому законодательству? Да, да. Согласно присуждать по греческому законодательству. То есть, я, в принципе, так, в прошлый моряк, да, и знаю там греческие зарплаты. К примеру, матроса, может быть, 2,5-3 тысячи евро, да, зарплаты у грека. Да. А я вот был матросом, у меня тысяча долларов. То есть, если мне задолжали за месяц... Моя зарплата за 6 месяцев, если мне не выплатили, будет рассчитываться не тысяча на 6, а 3,5 тысячи евро на 6, да? Да, да. Поэтому, я к чему веду, что все зависит от того, от уровня юристов, которые представляют моряков. Многие юристы, даже моские юристы, они об этом не знают, что есть вот такие нюансы. Поэтому требовать нужно по максимуму, естественно, исходя из того, что... что предусмотрено законом. Вообще, трудовой законодатель, в своем сделании, лирическое отступление, оно построено каким образом? То есть, вот, есть такое понятие минимальная заработная плата. Ну, это на берегу, то есть, как бы... Такое же понятие есть и в трудовом, ну, в морском законодательстве. То есть, независимо от того, что, да, ну, понятно, что контракты субсандартные все практически, без исключения, что касается, которые заключают украинские моряки. Ну, в лучшем случае, это какие-нибудь рейхловские ставки, а так и того ниже. Ну, это не обозначает, что то, что человек подписал, не зная у законов страны данного судовладельца, закона флага судна и так далее, что он имеет право на скажем так, в своих требованиях ссылаться на законы этого государства. То есть, он имеет в виду, поэтому в этой части, естественно, условия контракта не представляются действительными. Если человеку положено больше, суд присудит то, что положено по закону, а не по контракту. Ну, опять-таки, я еще раз говорю, это нужно смотреть в каждом конкретном случае. Понятно. Такой вопрос. Многие моряки боятся обращаться к юристам, потому что существует такое, может быть, понятие или по слухам, что юристы очень много денег берут и может моряку дорого содержать юриста на ведение дела. Как вы взимаетесь в своем случае? Сразу моряк должен оплачивать, либо по... Нет, я хочу сказать следующее, значит, что моряк не тратит ни на консультации деньги, он не тратит деньги ни на судебные издержки или еще какие-то дополнительные расходы. То есть, работа осуществляется по результату. То есть, есть результат, есть вознаграждение. Нет результата, нет вознаграждения. То есть, моряк ничем не рискует, обращаясь к ... Потому что это ничем не рискует и в принципе нужно понимать, очень многие скептически к этому относятся, вот так и так и так, а почему... ну, задают много вопросов, но я хочу сказать следующее, что не во всех юрисдикциях это вообще возможно. То есть, допустим, если по законодательству Германии, у нас не в Германии, которые процессы, то есть, там вообще запрещено работать юристом под проценты. То есть, ты должен оплачивать по часовую ставку. Это очень наградный человек, который, так сказать, пришел с рейса с задолженностью, естественно, он этого сделать не в состоянии. Ну, а европейские юристы наверняка стоят недешево, да? Да, и поэтому система работы по результату, ну, как бы, она очень, скажем так, это, как бы, лучше сказать. Ну, удобно моряку, то есть, юрист отработал дело, выиграл, заплатил, не отработал, значит, ничего не заплатил, моряк ничем не рискует. И это наверняка говорит о том, что если юрист бьется за дело, значит, оно, в принципе, наверное, выигрышно, потому что юрист не будет браться за то дело, тратить на это время деньги, привлекать каких-то сторонних юристов, других портах, если это дело, изначально нельзя выбрать, правильно? Ну, как правило, да, но на самом деле, как бы, юристов тоже трудно-легкие, то есть, это борьба, иногда это не заканчивается одним арестом, бывают ситуации, когда три ареста осуществляются, то есть, ну, когда в разных портах абсолютно в разное время одного и того же парохода, и такое бывает, поэтому предсказать, как то или иное дело пойдет, это практически, ну, в той или иной степени, да. Не, ну, понятно, если у судовладельца был один пароход, который он продал на металлолом, ну, на иголке, да, вот, на металлолом, ничего не осталось за душой, фирмы уже нет, она обанкротилась, естественно, это дело вообще никакой перспективы. То есть, в таком случае, моряк уже ничего не сможет дариться, и деньги никакими вызовутся. Ничего, абсолютно, поэтому и говорю, что очень важно, если при наличии задолженности по заработной плате подсудовладелец пытается продать судно, это нужно моряку бить в колокола, а сразу же подавать из-за сию минут, на причем, потому что там каждая минута уже дорога получается. И таких ситуаций очень много, то есть, это не то, что там, это настолько распространенная проблема, я же говорю, даже конвенции специально под это дело создаются, то есть, знают, что есть механизмы ухода от ответственности по оплате заработной оплаты, вот, хоть как-то стараются что-то изобрести. То есть, с удовольствием пытаются себя подстраховать, чтобы в случае каких-то проблем финансовых не выводить моряку деньги, правильно? Абсолютно я. Олег Ильич, какая-то информация, которая вам необходима от моряка помимо контракта и платежной ведомости, такая-то как национальность экипажа, флаг, судовладельца, имя, номер судна или еще что-то, есть ли какие-то у вас чек-листы или что-то подобное? Да, то есть, чек-листы уже отработаны, разработаны, то есть, и в зависимости от ответов на эти, на вопросы, которые изложены в этих чек-листах, ну, в принципе, можно сделать выводы, насколько дело перспективное или насколько оно запущено, уже о чем что-то предварительно сказать. То есть, мы можем, к примеру, этот чек-лист выложить у себя под этим видео, для того, чтобы моряк смог его заполнить и оно к вам попало на e-mail, указать в ваш e-mail и получить предварительную консультацию, для того, чтобы вы как-то оценили ситуацию, пробили сюда владельца. В принципе, на оценку ситуации уйдет не больше пяти минут, потому что опыт у нас колоссальный, то есть, в разных юрисдикциях, в разных ситуациях и с разными судовладельцами и так далее. То есть, и сказать человеку хотя бы сориентировать, проконсультировать его, дать какую-то общую информацию или какие-то рекомендации, это не составит на труда абсолютно. То есть, даже если вот я моряк, находясь на судне, я могу позвонить вам или на e-mail присылать подобный чек-лист и получить рекомендации, что мне делать в данной ситуации, как себя безопасить и какие документы взять для того, чтобы подать. абсолютно чем мы и занимаемся. А какие вопросы решает ваша компания? В принципе, многие вопросы, но из основных это травмы, смертельные случаи, это уже помощь семьями идет, исчезновение без вести. очень плотно мы работаем по морскому травматизму, который в случае очень распространен на флоте. Скажем так, это отдельная тема. Олег Ильич, а вот такой вопрос. Понятно, что когда моряк на борту, он защищен согласно договора с судовладельцем либо согласно коллективного договора, а вот когда моряк следует на судно и с судна домой, либо в порту захода, человек идет и на берегу там что-то, какая-то ситуация случается ДТП и так далее и тому подобное. Какой-то травматизм. В данном случае как-то можно получить компенсацию, страховку или к судовладельцу это претензии, либо к кому? Как-то эти вопросы решают? Значит, вопрос решается эти случаи тоже нередкие. Вопрос решается следующим образом. Во-первых, судовладелец должен заплатить компенсацию, которая предусмотрена контрактом или коллективным соглашением, ну, если человек травмирован. Это одна компенсация. И второе, он может требовать требовать возмещения ущерба от непосредственного причинителя вреда. То есть, допустим, если это ДТП, то есть водитель, который сбил его, который ответственный. То есть, иск будет страховой компании, правильно? Того человека, который... иск будет в принципе и причинителю вреда и к страховой компании. То есть, если это Европа, развитая страна, будем говорить, Евросоюз, пример, и так далее, то есть, где работают законы, то есть, где, ну, скажем так, есть условия определенные, то там, как правило, все водители транспортные средства застрахованы очень серьезных страховых компаний, которые при наличии надлежащего оформленного требования, будь то в судебном, не судебном порядке, выплачивают компенсацию, ну, в зависимости от тяжести, от степени причинения ущерба и так далее, вот, и компенсации довольно-таки высокие, включая моральный ущерб и так далее, то есть, об этом нужно всегда помнить, то есть, что, помимо таких ситуаций, помимо контрактной компенсации, есть еще, вот, и, естественно, есть специалисты, которые этим занимаются, как раз-таки юристы европейской организации по правам человека в области травматизма и несчастных случаев, ну, в принципе, так вот они и называются, то есть, самоорганизация, само название за себя говорит. Большое спасибо за предоставленную консультацию по этому вопросу, я думаю, многим более понятно стало, как действовать в этой ситуации. Уважаемые подписчики, если у вас есть какие-то вопросы, либо реальные какие-то проблемы с неудилой заработной платой, либо компенсацию по травматизму, вы всегда можете заполнить форму под этим видео, пройдя по ссылке, и получить бесплатную консультацию от компании Юринтер. Большое спасибо, что остаетесь с нами, следите за нашими выпусками, всем пока. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok